Всем привет! О выходе на рынок Украины объявил популярный французский бренд Arcos, поэтому мы решили, что самое время познакомить вас с наиболее интересными смартфонами данного производителя. А начнем с ультратонкой стеклянной модели Diamond S с HD Super AMOLED-экраном, восьмиядерным процессором и 16-мегапиксельной камерой. Но, как оказалось, не только этим богат 210-долларовый гаджет. Чем еще? Давайте смотреть вместе. А приятные сюрпризы начинаются уже с дизайна. Нет, не то чтобы он очень оригинальный. Конструкция из двух стеклянных панелей довольно популярна на сегодняшний день, так что здесь впечатляет в первую очередь легкий вес и маленькая толщина. Отчасти именно ради этого производитель вместо металлической рамки корпуса использовал пластиковую, так что каркас не настолько прочен, как хотелось бы, хотя сам смартфон собран хорошо. В руке устройство ощущается практически невесомым, будто напрочь лишено батареи и железной начинки. Понятно, что они здесь есть, к тому же встроенная батарея имеет вполне стандартную для данного класса устройств емкость 2300 мАч. Одного полного ее заряда хватало на 7 часов просмотра HD-видео или на 3 часа 3D-игр на среднем уровне подсветки экрана, так что как минимум один рабочий день без обращения к режиму энергосбережения смартфон проживет. В основу аппаратной начинки модели лег восьмиядерный процессор от Mediatek и 2 гигабайта оперативной памяти. Производительности этой железной связки хватает для запуска любого развлекательного контента, будь то Full HD-видео или игры. Правда, в случае с ресурсоемкими игрушками придется пожертвовать качеством графики. Для хранения личного контента на борту Diamond S предусмотрено 16 гигабайт встроенной памяти. Также имеется возможность подключать внешние флеш-накопители через USB OTG и использовать карту памяти максимальным объемом до 128 гигабайт. Причем жертвовать второй микросим-картой для этого не понадобится. Модель оснащена отдельным слотом для карт памяти на правом торце и еще одним для двух симок на левом. Открываются они с помощью специальной скрепки, которая наряду с адаптером питания, кабелем microUSB-USB, руководством пользователя, защитной пленкой, гарантией и гарнитурой составляет комплект поставки Diamond S. Замечу, что одновременно сим-карты работают лишь в режиме ожидания, однако кроме 2 и 3G сетей поддерживают также 4G. В остальном набор беспроводных интерфейсов вполне стандартный. Спутниковая навигация представлена GPS, C-GPS, GLONASS и Beidou. Кроме того, поддерживается технология Miracast для передачи изображения со смартфона на экран телевизора или монитора. В качестве программной платформы гаджет использует Android 5.1.1 Lollipop с минимумом изменений со стороны производителя. При первом запуске система предлагает установить несколько программ-партнеров. Без них в распоряжении пользователя лишь стандартный набор утилит Google и фирменный видеоплеер Arcos Media Center. Кстати, смотреть видео на Diamond S комфортно. Во-первых, звук из мультимедийного динамика громкий и без особых претензий по качеству даже при проигрывании на максимуме громкости. Есть пару программных улучшалок. Во-вторых, 5-дюймовый Super AMOLED-экран смартфона выдает яркое, сочное изображение. Цвета на нем выглядят очень привлекательно. Разрешение HD на пикселизации заметно только при очень близком рассмотрении. В целом, картинка отчетливая. Дисплей хорошо ведет себя на солнце. Яркость достаточная, регулируется как вручную, так и автоматически. Благодаря наличию опции Miravision в ручном режиме можно изменять и ряд других параметров изображения, например, цветовую температуру, контраст, насыщенность. Тачскрин работает четко, без мертвых зон, распознает до 5 одновременных нажатий. От царапин экран защищает стекло Gorilla Glass 3, поверх которого, к тому же, нанесено неплохое олеофобное покрытие, так что он не особо восприимчив к отпечаткам пальцев. В белой расцветке смартфона их трудно рассмотреть и на тыльной панели. Она, к слову, также стеклянная, правда, происхождение материала и степени его защищенности производитель не сообщает, так что с острыми предметами смартфон лучше не носить. На верхнем торце в рамку Diamond S встроен разъем microUSB и 3,5-мм аудиовыход. На нижнем две решетки, под одной из которых спрятан мультимедийный динамик. Кнопка питания и клавиша регулировки громкости находятся справа, а неощутимо выступают над корпусом, потому легко находится вслепую, плюс имеет хороший отклик. Программные андроидные кнопки у Diamond S экранные, так что довольно много пространства под дисплеем смартфона пустует, в то время как верхняя часть отдана под датчики освещения, приближения, объектив 8-мм пиксельной камеры и разговорный динамик. Кстати, к последнему претензий нет. Голос собеседника передается естественно, громкость нормальная. Фронтальный фотомодуль гаджета отлично справляется с функцией видеосвязи и делает хорошие селфи. Есть режим HDR и красивое лицо с возможностью удаления морщин, а также съемки на две камеры одновременно. Основной фотомодуль смартфона, напомню, получил разрешение 16 мегапикселей. Он дополнен быстрым и точным автофокусом, светодиодной вспышкой, режимами отслеживания движения, живое фото, улыбка. Качеством отснятых фото в целом остались довольны. Снимки выходят с хорошим динамическим диапазоном и контрастностью, приятными цветами, симпатичным боке. Лишь при недостаточном освещении ощутимо теряется детализация и появляются шумы, виной тому в том числе и одинарная вспышка. Видео основная камера снимает в разрешении Full HD, а фронтальная 640 на 480. Предусмотрена электронная стабилизация изображения и функция шумоподавления. Что ж, как по мне, именно камеры и качественный экран – основные преимущества модели над конкурентами в ценовом сегменте до 210 долларов. Хотя и по части других параметров Arcos Diamond S произвел приятное впечатление. Поддержка USB OTG и двух сим-карт без необходимости жертвовать картой памяти, неплохая автономность и мультимедийные возможности. И даже производительности его не самого свежего и мощного железа на сегодняшний день хватает для выполнения большинства задач. Спорно выглядит лишь использование в корпусе пластика вместо металла в угоду минимальному весу гаджета.